Книга притчи Соломоновых, глава 3, стихи 6-7. Следует сразу отметить, что это наставление адресовано отцом своему сыну, что указывает на то, что благополучие сына зависит от его добровольной зависимости от отца или же от наставлений отца. Согласно данной инструкции, почтение Бога от имения Своего и от начатка всех прибытков Своих связано с наличием страха Господня и удалением от зла, которые могут быть нашим достоянием при одном условии, если мы сделаем решение не рассматривать себя мудрецами в своих глазах, что на самом деле означает принять решение и сходить в своих определениях, что есть добро и что зло, не от своих разумных возможностей или способностей, а от откровений делегированной власти Бога, поставленной над нами в лице наших отцов, духовных отцов. Непризнание или непослушание этой власти подрывает назначение и качество наших приношений, которые на самом деле должны были бы быть свидетельством признания над собою этой делегированной власти Бога. А посему десятины приношения могут почтить Бога и таким образом дать Ему возможность или основание наполнить наши житницы до избытка, во-первых, когда данное почитание является посвящением Богу и той делегированной власти, которую Он поставил над нами. Апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 8, 3-5. Ибо они доброохотно, по силам и сверхсил, я свидетель, они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но не отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Во-вторых, когда в данном посвящении человек выражает свою надежду и исходит не от имеющихся у него возможностей бизнеса или работы, а от имеющихся отношений с Богом. А посему десятины приношения, которые мы отдаем Богу, это долг чести, так как Бог достоин принять от нас славу и честь. То есть святые, не отдающие Богу десятины приношений в согласии предписаний закона Божия, тем самым отказываются отдавать почести Богу, присваивая эти почести в предмете десятин и приношений либо себе, либо своим кумирам. Когда святые начинают переводить свои деньги каким-либо евангелистам, хоть какие они супервеликие, хоть какие они генералы, как их называют, хоть что бы Бог через них не производил, десятины им не принадлежат. Десятины принадлежат тому дому, в котором вы поклоняетесь. Это не ваш дом. Кто-то их послал, и вот этот кто-то пусть их и обеспечивает. А если они начинают вымогать деньги, кто больше даст, то вы сразу должны понять, что это скорее эмиссары мамонны, нежели посланники Бога. От этих компаний ничего особенного не случится. Эти люди не приблизятся к Богу. Чудеса не приближают к Богу, и никого никогда не приближали. Те чудеса, которые сотворил Христос, не приблизили людей к Нему. Они распяли Его. Вчера Он их исцелял, вчера Он кормил их хлебами, а на другой день они не кричали «Распни Его! Вораву дай нам!» Вы видите? Духовные проявления не привлекают людей к Богу. Чудеса не привлекают людей к Богу. Исцеления не привлекают людей к Богу. Дары Святого Духа не привлекают людей к Богу. Слово. Слово, помазанное силою Святого Духа Вот что привлекает людей Вера возникает от слышания Слова От информации, которая содержится в Слове Божьем Это мы должны понимать Поэтому есть много людей в церквах Которые подписались Как бы такие вот партнеры Этих движений евангелизационных Которые, кстати, абсолютно не связаны с церковью Они сами себя послали Никто их не посылал Они не являются церковью Эта миссия не исходит от церкви Не постара их посылали И сегодня много таких евангелизационных компаний Берегитесь, не отдавайте туда Потому что отдав туда свои десятины Вы привязали себя к этому служению И вы последуете за этим евангелистом в вечность И будет очень странно для многих Когда они окажутся с этим евангелистом в кавычках В геене огненной Представьте себе, что Когда человек начинает вымогать деньги Говорит, кто даст тысячу Кто даст десять тысяч Запомните, что бы он после этого не говорил Этот человек ведет вас в преисподнюю Он не приведет вас в небеса Небеса – это место добровольного Никто сколько хочет А и для бедных, и для богатых Десятую часть дохода А если хочешь больше Все равно облекай ее в формат десятины Бог не принимает добровольное приношение Не облеченный в формат десятина Десятина – это святыня Если ты это Богу даешь Значит, оно святыня – десятина Почему же ты не хочешь Называть ее десятиной? Потому что Некто рогатый и хвостатый Через своих эмиссаров Внушил тебе, что это Закон Моисеев Но ведь все же прекрасно понимают Что десятины были независимы От закона Моисеева Они нашли нишу в законе Моисеевым И потом остались Как апостол Павел говорит Делая сопоставление Между Новым и Старым Заветом И там, в Старом Завете Десятины дают человеку смертному Аарону И священникам Во главе которых стоит Аарон А здесь их принимает Христос Первосвященник Имеющий бессмертие Что он живет В лице своих посланников А посему Если человек задастся целью Чтить Бога Десятинами и приношениями И его мотивом будет Не наполнение собственных житниц До избытка А возможность поклониться Богу И почтить Бога То результатом такого приношения Будет, во-первых, мудрость Инвестировать свои деньги В правильное место И в правильное время Речь идет о бизнесменах А не на людях Которые работают на этих бизнесменах Во-вторых, мудрость Разумно восполнять свои желания Которые будут выражаться в том Что при восполнении своих желаний Человек будет представлять Интересы Бога А это означает Что исполнение его желания Не выльется в идолопоклонство Выраженное в поклонении Веществу В многоценных одеждах В беззаботном времяпровождении И в чрезмерных Увеселительных пиршествах Кстати, притча богачей Лазаря Является прекрасной иллюстрацией Неправильного восполнения Своих желаний Когда данные Богом возможности Использовались исключительно В попечение плоти И превратились в похоти И это не все Приношение десятин В которых человек Выражает свою любовь к Богу И поклоняется Богу Признает над собою власть Бога И отдает почести Богу Влечет за собою Внимание Здравие Для всего тела его И питание Для костей его Мы много затрачиваем времени О том, чтобы быть здоровыми Много ищем каких-то Особых лекарств Целителей, врачей А исцеление Наших тел Находится, оказывается В правильном поклонении Богу Поклонение Беспочтение Десятин Не является поклонением А посему мы сейчас Будем чтить Господа Десятинными приношениями Ища Его лица А не материального процветания А Бог сам займется Нашим материальным процветанием И нашим исцелением Станем, пожалуйста Будем петь песню Следуй за мной Когда море бушует Стихия Человеческого мира Будет бушевать Будет казаться, что все рушится Экономическая система Рушится Будет страх у людей А вы должны быть покойны Потому что За вами стоит Тот Кто правит миром И которому Принадлежит мир И так Следуй за мной Когда море Бушует Я с удовольствием Напомню Всякий раз Когда Израиль Чтил Господа Десятинами и приношениями То ли в Скине Моисеевой То ли в храме Соломоновом Он обязан был По откровению От Господа Возлагать Свои руки На свои приношения И исповедать Одно чудное Исповедание Которому они были верны Тысячелетиями Мы с вами Будучи тем же Израилем Привитые к тому же Корню Питаясь соком Той же маслины Сделаем то же самое Протяните вашу Правую руку Символ Правовой деятельности На ваши приношения И молитесь вместе Со мной Небесный Отец Во имя Иисуса Христа Я отделил Десятины От дома моего И принес В Твой дом Чтобы в доме Твоем Была пища Я не отдаю В нечистоте Я не отдаю В печали И я не отдаю Для мертвого Я радуюсь Что имею Привилегию Выражать Мою любовь И признавать Твою власть И ныне Согласно Твоего слова Я молю Тебя Прямо сейчас Да откроются Твои небесные окна И да придет Благословение Твое До избытка На Твой Искупленный народ Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Да благословить вас Господь Можете садиться Субтитры создавал DimaTorzok